Добрый вечер. Мы сегодня с вами будем говорить о деньгах и прежде всего о математике, потому что деньги любят счеты. Вы знаете это, что если тот, кто плохо считает деньги, а главное плохо знает математику, а я вообще-то плохо знал математику, потому что я плохо учился в школе по математике. Но вот в более позднем возрасте я так увлекся математикой и начал просматривать и вам советую. Очень много есть на ютубе прекрасных фильмов, которые рассказывают о математике, о ее интересе. И вот они буквально рассказывают в таких словах, что вот я завороженный этими словами, хочу до вас донести некоторые, что они говорят, что математика это цифры, а это отражение вселенной. В общем-то из этих цифр можно всегда составить модель. А модель, когда вы составили из цифр, то вы можете в общем-то предсказывать будущее. Так же, как и астрономы, математики предсказывали движение планет, не бывая на этих планет, размеры этих планет. Они могли предсказывать даже будущее, что будет происходить. На этом даже манипулировали массами, потому что можно было предсказать затмение. И все это помогало делать математика с астрономией. Вообще математика помогает прежде всего строить модели, когда есть, потому что математика ищет закономерности. Вот закономерности, которые существуют в жизни, она помогает обнаружить, потому что вот так невооруженным глазом вы не можете обнаружить те закономерности. Вот я, например, вам скажу несколько цифр, обнаружите вы закономерности или нет. Валовые внутренние продукции Все что производят Соединенные Штаты Америки 17 триллионов долларов И вы подумаете Ну и что? Что-то эта цифра говорит Нам она собственно ничего не говорит 17 триллионов, наверное это очень большая цифра Там много нулей, 12 по-моему Или даже больше А когда мы сравним Например с ВВП России 2 триллиона долларов И мы скажем Ага, 17 То есть 2 триллиона долларов Меньше чем 17 триллионов долларов А во сколько меньше? Аж более чем 8 раз И мы понимаем, что экономика Соединенных Штатов Больше экономики России В 10, почти в 10 раз А дальше мы смотрим на другую закономерность А сколько же у Украины Валовый внутренний продукт Чтобы сравнить все страны уже И мы выясняем, что совсем мало Всего лишь там 100 В прошлом году, во всяком случае Было примерно 150 миллиардов долларов И вот мы видим, что наша экономика Меньше российской в 10 раз И конечно же в этом и возникают все сложности Точно то же самое Эти модели помогают понять Размеры стран А соответственно И сколько в этих странах Могут тратить на внутренние какие-то проблемы Сколько в этих странах Могут отдавать на заработную плату Какой доход этих стран Все зависит от вот этих больших цифр И именно в их сравнении И мы сегодня поговорим о числах Фибоначчи Да, вот сложное название Никак не могу его запомнить Фибоначчи числа удивительные Потому что они помогают вам Раскрыть секрет золотого сечения Золотое сечение Которое определяет закономерности Вот во многих вещах Они существуют обязательно Они и в пирамидах, и в спиралях И в космосе И в ураганах используются И в том числе В финансовых взаимодействиях И даже можно числами Фибоначчи Закономерностями предсказывать Курс доллара, например Курсы Там Акции Этим, в общем-то, занимаются Довольно-таки мощные компьютеры Применяя как раз Вот эти закономерности Ну, я немножко поясню Нашим радиослучаем Что это за цифры Это цифры, которые складываются Вот Один Плюс один Два Два Плюс один Три Три Плюс два Пять Как это называется? Это последовательность Фибоначчи Ну, там Один Один Два Три Пять Восемь Тринадцать Двадцать Один И просто удивительно Как это Похоже на курс доллара Который был Один Точнее, курс гривны Доллара Один Один Потом Два Потом Три Потом Дополз до Пяти Потом Бабах На восемь Потом у нас Чуть-чуть подержался На тринадцать И сейчас он уже По двадцать шесть Да И они как будто Повторяют То есть О чем это говорит? О том, что Каждый следующий Виток курса Доллара Еще больше Взмах делает То есть Он еще больше Падает То есть Первые падения Были буквально На какие-то Один Один Потом Один Два Три И таким образом Мы видим Вот эту закономерность И по этой закономерности Мы видим, что Следующий прыжок Будет вот как раз По закономерности И она Вот если мы поделим Одно число Фибоначчи На другое число Фибоначчи Там Более высокое На низкое То мы получаем Один Шестьсот Восемнадцать Вот теперь Мы можем Предсказать Когда происходит Скачок Что через некоторое Время Обязательно Доллар Судя по всему Скакнет Вот надо умножать На один Шестьсот Восемнадцать Тысячных Вот это и есть Цифра золотого Сечения Потому что Вот эта последовательность Она все время Соблюдается Единственное Что между числами Фибоначчи Постоянно происходит Рост То есть Вот этот коэффициент Один Шестьсот Восемнадцать Тысячных Остается Постоянным А Сами цифры И разрыв Между цифрами Невероятно Растет И конечно же Когда мы уйдем Уже за сто Там будут уже Прыжки сто пятьдесят Или за двести И так далее Вот примерно По этим числам Почему мы Вам предлагаем На это взглянуть Потому что Вот занимаясь Немного математикой Цифровым анализом Это вам поможет Понимать суть вещей Потому что Когда вы Ну там Поставите себе задачу Это очень связано Поставите себе задачу Например Вы зарабатываете Там двести долларов Увеличить свой доход Ну там Полтора раза Это будет Триста долларов Но вы сразу Должны себе Сказать Это бессмысленный акт Потому что Ставить такую цель Она ни к чему Не приводит Вот Есть такой Психолог Который сидел В концентрационном лагере А потом И там Пытался выжить И потом Написал Великолепные работы Он говорил Что Очень важно Ставить очень высокую цель То о чем мы говорили Что целиться надо Не туда Куда вы должны дойти Потому что Может быть Боковой ветер Или вам что-то может мешать А гораздо выше той цели Которую вы нацелились И вот Соответственно Вот по числам Фабоначчи Как раз Фабоначчи Фабоначчи Какая разница Фабоначчи Да Фабоначчи Вот Как раз надо Они показывают Что надо целиться На более высокую цель Конечно Если вы Складываете Один Вот капитал свой Там личный Один плюс один У вас получается Два уже Потом два То есть Один плюс два У вас уже три Вроде бы разрыв небольшой Один, два, три всего лишь Но дальше у вас начинается Если у вас бизнес Первый этап Прошел второй этап Прошел третий этап А дальше вы уже Складываете потенциал бизнеса Два плюс три У вас уже получается пять То есть прыжок начинается А когда три плюс пять У вас уже на восемь уходит И таким образом Чем дольше вы занимаетесь Одним и тем же бизнесом Если у вас есть вот рост То дальнейший рост Его как раз и Движется по числам Фабоначчи Ну примерно так А я хочу напомнить Нашим радиослушателям Телефон прямого эфира 237-71-10 Нам можно звонить Задавать вопросы И мы с вами вместе Порассуждаем О Взаимоотношения экономики И математики Да, но мы еще раз советуем Смотреть обязательно Математику Потому что Балашов Наверное не самый лучший Там Учитель математики Но Красота вот этих цифр Завораживает И я вам советую Познакомиться Обязательно с ними И в Википедии можете найти И на Ютубе поискать И вы обнаружите Что как много вам мира Откроется Но самое главное Вот эти вот совпадения Цифр и рассказы Математиков Вас будут нацеливать На очень интересные мысли Потому что вы математику Возможно начнете Использовать в своей жизни И возможно многие из вас Поймут И сразу начнут понимать Вот те высокие материи О которых вам Например рассказывают Политики Когда там политик говорит Вот нам мы там Запланировали рост На 1 процент На 2 процента Рост экономики Там украинской Но мы знаем Что там Украинская экономика Совсем маленькая Она в 10 раз меньше Чем российская Она там Бог знает сколько Меньше Чем американская И у нас получается Как будто По этим числам Мы практически Ничего не добавляем Потому что Рост все время Должен увеличиваться Если у вас Маленькая экономика И не ставя цели Вот высокие Вот почему Мы говорим Что для страны Очень важно Ставить задачу Резкого обогащения Масс Резкого выхода Из того состояния Нищеты В котором оказалась Вся страна И если вам не ставят Такую задачу А начинают рассказывать О том что у нас На следующий год Запланирован маленький рост А вообще мы Не планировали даже рост И если ваше правительство Не планирует рост То это Мягко говоря Не ваше правительство Они просто работают На свои семьи На своих друзей Выколачивают отсюда деньги Но вам они даже Не говорят куда идут Потому что Кроме того что сказать Вот у нас стоит Большая цель удвоения А вот пока вы маленький Вам как раз и надо Удвоение Утроение Учетверение Потому что по вот этим Числам Фибоначчи Например Соединенные Штаты Америки Представляешь какой у них Замах С 17 триллионов долларов Да там И насколько они Захватывают Огромное количество Массы людей В этот Круговорот денег И насколько они Имеют гораздо больше Возможности Даже там закладывая Рост там В 2-3 процента Они могут себе позволить Это на огромных цифрах И то все равно будет Замах огромный Вот так вот и вы В бизнесе Когда то есть Идет как бы Обратная пропорция Если у вас Маленький бизнес У вас задача должна Стоять утроение Учетверение То есть Практически вы должны Именно так увлекать За своими За своими бизнесами То есть Если вы инвестору Что-то предлагаете Вы ни в коем случае Не должны предлагать ему Скромный рост 20 процентов Там 40 процентов Вы должны Предлагать ему Рост серьезный Там В 3-3 раза больше вернешь Даже Вот мошенники Которые Ну я так скажу Разводят на деньги И вовлекают Во всевозможные пирамиды И используют принцип Вот Утроения капитала И вот если они вам Предлагают что-то Да там Они говорят Что вот Внеси сюда Там пару тысяч долларов Мы тебя ставим сюда Вот в систему пирамиды Рассказывают Огромную сказку Там Что это Там Какая-то облачная система Что это классно работает И мы должны вместе Зарабатывать Ну ты вначале Вложи 2 тысячи долларов А в конце года Получишь 6 тысяч Вот это вот Утроение Как раз И является соблазнительным Ну там Для многих 2 тысячи долларов Ну может быть и вложу Хотя тут же предлагается Программа уменьшения Там Вот можешь 2 тысячи Можешь 500 А может даже со 100 Лишь бы дал что-нибудь Вот для людей Которые строят пирамиды Для них Важно Чтобы вы сделали Вот этот акт Отдачи денег И завлекают вас Как раз Тройным предложением Но не надо бояться этого Не в том плане Что участвовать в них Просто используйте Этот принцип Когда вы предлагаете Какой-то инвестиционный Проект Вот вы что-то предлагаете Постарайтесь его Додумать до состояния Когда вы сами Поверите в том Что будет утроение Но как только вы Сами поверите Что будет утроение А лучше и учетверение То есть сразу Большой замах То вот сразу же У вас появится У людей появится Интерес к вашему Бизнесу Потому что Вот данная система Она чему учит Нужно Три составляющих Иметь То есть первое Это очень хороший Доход То есть три-четыре раза Вы должны показать Что он у вас возможен Небольшой срок Желательно Чтобы это было В течение года То есть в конце года Человек уже что-то получил И очень интересный рассказ Как будто бы Вот знаете Как сказку надо рассказывать И вот Вы можете Это складывать Я с удивлением Часто слушаю Пирамидальщиков Которые строят пирамиды Вот насколько Интересные рассказы Они рассказывают Вот недавно Мне один пришел И рассказывает Такую историю Хотя он знает Что я в общем-то Прекрасно понимаю Раскладываю эти вещи На мошеннические Вот он мне рассказывает Представляете Вот вы можете Например Вложить деньги В специальную систему Вот безопасности Вы должны увлекать бизнесменов Которые будут Вам отдадут Там Три вида безопасности Вы будете в облаке находиться Вы будете Находиться в специальном компьютере Мы вам даем Специальную программку Разработанную Лондонскими бизнесменами Которые значит Эту вот В облако Прячут всю информацию Сейчас же люди Забочены там Безопасностью И вот Вы можете присоединить К этой системе Система строится На множестве компьютеров То есть Все компьютеры Объединяются И как бы В одном месте Информация не находится Они как бы Расходятся по всем компьютерам И мы вам даем программку Вы входите в этот компьютер Ваша задача Не выключать компьютер В течение 10 часов Она меня удивила Потому что Я прекрасно понимаю Что многие люди так и сидят Не менее 10 часов в компьютере То есть Фактически Ты не сильно Отпускаешь компьютер Так вот В чем халява заключается Ты практически Включаешь компьютер Тебе дают Эту халявную программку Ты ее оставляешь В компьютер И О чудо Чудо произошло Тебе начинают капать деньги Тем более Вот твое Место в пирамиде Здесь ты регистрируешься Еще тебе показывают Такую карточку Которую ты можешь Пользоваться во всем мире Потому что Каждый месяц Тебе будут приходить Небольшие деньги И вот небольшой расчет Показывает Что смотри Ты вносишь Две с половиной тысячи А через год У тебя уже Шесть тысяч семьсот И человек Такой как Буратино Уже тянется к деньгам Чтобы вложить В эту систему Деньги Чтобы подключить Свой компьютер К какой-то общей системе Вот это чудесный рассказ Вот Чему я учусь У этих мошенников Это Чудесно рассказывать Потому что Любое предложение Ваше инвестиционное Все равно должно превратиться В чудесный рассказ То есть человек Должен получить удовлетворение От вашего чудо-рассказа И поверить вам И вот когда вы Вот так рассказываете Увлекаете Увлекаете В принципе должен быть Простой ход Вот сейчас ты платишь столько Потом вот столько И потом получаешь уже Потому что самое главное Для инвестора Помните Это получаешь Слово Когда он получает деньги Это для него самое главное Да, Сережа? Так увлекать Наверное 237-71-10 Телефон прямого эфира У меня вопрос Не по инвестициям У меня вопрос Как определить Что твоя компания В которой ты работаешь Уже подыхает Вот математически Какие есть признаки? Ну вот Можно ответить на него Уже после рекламы Да Можно Цифровые Геннадий Балашов Математически Когда падает фирма В общем-то Любое сокращение чека Это уже падение Любое сокращение оборота Это уже падение компании А как обычному работнику Определить Какой оборот компании был Который есть сейчас Но этими же данными Никто особо не делится И не спрашивает Ну как правило Все знают Какие обороты компании Больше ли стало продаваться Или меньше стало продаваться Во всяком случае Сверепый хозяин Обязательно скажет О том что Меньше стало продаваться чего-то Или К нам меньше посетителей ходится В общем-то Всегда надо смотреть На такие количественные показатели Вот сколько людей сидит Там Ну возьмем там ресторан Да Какого Средняя сумма чека Потому что Вот как только Людей может быть столько же А средняя сумма чека Вдруг Упасть резко А в это время Вырос Доллар например Да там И понятно что Уже идут обороты в холостую Потому что Как во время роста компании Вот Это подчиняется цифрам Фибоначчи Да То есть Все время идет В замах Все больше и больше Это если правильно Вовлекается в оборот деньги То есть Люди которые Ну поймали эту волну подъема То они знают Что у них каждый следующий этап Это еще больше Еще больше Им и людей надо больше И всего больше А Это точно так же падение Оно захватывает Теми же самые цифры Кажется в начале Что немного Небольшое снижение происходит А потом идет такой Вал Вот мы сейчас наблюдаем Кстати На России И на Украине Тоже кстати Вот экономическое падение Фантастическое Оно с каждым следующим Кругом Оно будет увеличиваться Именно по этим числам И потом это накрывает Уже таким валом Что уже все разваливается И ничего не работает А у нас есть телефонный звонок Алло Здравствуйте Алло Добрый день Геннадий У меня к вам такой вопрос Моя семья переезжает по Флориду Собирается И в связи с этим У меня к вам такой вопрос Какое бы вы выбрали направление Или несколько направлений Оказавшись в Нью-Йорке Куда я собственно собираюсь переехать И второй вопрос Послушав вашу книгу Придумал себе такую замечательную цель Построить свой книг в Нью-Йорке Как вы считаете Хорошая цель? Потрясающая цель Вполне возможно Как бы кто к этому скептически не относился Смотрите Никогда не определяйте Я бы отсюда не брался Определять чем вы будете заниматься там В Нью-Йорке Потому что когда вы приедете Это город И вообще Соединенные Штаты Это город огромных возможностей Потому что там есть такие бизнесы Которые я себе даже представить У нас был на скайпе человек У них обучающий центр Который учит людей тестировать чужие программы И он сказал что они получают После курсов трехмесячных В компаниях 75 тысяч долларов Для нас это фантастически Три месяца на курсах учишься А потом тебя берут в компанию Тестировать программы В общем это практически в домашних условиях И ты получаешь 75 тысяч долларов в год То есть Когда вот такое развитое общество И почему очень важно Имеет развитое общество Потому что это развитое общество Оно настолько Имеет много необычных профессий О которых вот Неразвитое общество Даже не может рассуждать И я бы не брался Вот с точки зрения Украины Потому что Мягко говоря У нас крайне примитивный бизнес Он очень простой У нас купля-продажа Небольшие услуги Несложные финансовые взаимоотношения И поэтому Мы не работаем на том уровне И на уровне тех денег Которые там есть Правильное направление у вас Это Нью-Йорк И если вы туда приехали То держитесь Просто вот Мое мнение И я сам буду Вот в Нью-Йорке 18-го туда вылетаю Буду в Нью-Йорке И буду присылать на YouTube Репортажи оттуда И я всем рекомендую Вот самое главное Не уходите на окраины Нью-Йорка Потому что Приезжему Все равно Где адаптироваться Потому что на окраине Нью-Йорка Трудно будет адаптироваться Что на 5-й авеню Будет трудно адаптироваться Но возможности Совершенно другие Вы потратите Те же самые физиологические И физические силы Но на 5-й авеню Ваш небоскреб Вполне возможен Вот туда Ближе к этим Финансовым магнатам Там где по улице Ходят буквально Миллиардеры Кстати часто Пользуясь такси В обычные дома Потому что Особенность Нью-Йорка Это в том Что и бедные И богатые Ну бедные Относительно По нашим меркам Это тоже очень богатые Они как бы живут В разных плоскостях Просто Если богатые Живут там На пентхаузах То и имеют Свои небоскребы То там Более низкий класс Живет чуть ниже И рядом Весь ходит То есть Ну а сейчас По улицам гуляют Разные люди И вы сможете Вот ориентируйтесь Как раз на Богатые кварталы Чтобы у вас Окружение Сразу же Сформировалось Потому что вы Все равно будете Психологически Искать Тех людей С которым вам Будет комфортно Работать Так желательно Чтобы они были Сразу из состоятельных Районов Состоятельные Потому что у вас Появится гораздо Больше возможностей В вашей жизни А вот интересно По поводу Низкомаржинальных И высокомаржинальных Бизнесов В принципе С одной стороны В низкомаржинальные Тяжело войти Потому что это дорого А высокомаржинальный Такой как Например Кофейный бизнес Где маржа Около 1000% Вход низкий Но заработок маленький Заработок маленький Потому что сколько Надо продать кофе Чтобы хорошо заработать И что же делать людям У которых Не очень много денег С чего начинать Пойти пирожками Торговать Полторы тысячи Процентной наценкой Или Ну в начале Да я думаю Если это Человек приехал В чужой город А сейчас многие Приезжают там в Киев В начале это первое Что надо Обустроиться И стабилизироваться То есть найти любую работу Пусть это будет Даже мойщик посуды Не знаю Уборщик на улице Не знаю Такси Кто угодно Или грузчик просто Чтобы стабилизироваться У вас был поставлен доход Если вы не бизнесмен Ну а дальше Вы просто начинаете Начинаете лихорадочно думать Изучать других людей Чем они занимаются Набирать каждый день информации В этот момент Нельзя ни в коем случае Расслабляться Потому что у вас должно быть Огромное количество контактов Ну наш мозг работает По такому принципу Как квантовый компьютер То есть Вы контакты туда Вбиваете вот все Там общаетесь с людьми Желательно более-менее Целенаправленно И рано или поздно Он вам подсказывает Что делать Вот Просто понадейтесь На свой мозг Он в общем-то Приспособлен только для того Чтобы защитить ваш организм И адаптировать вас К окружающей среде Если окружающая среда Сложная и денежная То вы адаптируетесь В этой сложной денежной среде Если среда там убитая Там вот как Донбасс Да там все разбомблено И там люди приспособились Но соответственно Живут так как они живут Вот поэтому Опять же Это подсказывает Та же самая математика Люди у которых Огромные деньги У них совершенно Другие потребности Они совершенно Нацелены на другие вещи И вот этот клейстер Как раз и связывает Общество Потому что Ну вот приводят там Некоторые Такое говорят Что никто не знает Как изготовлена Даже Руководитель корпорации Не знает как изготовлена Например Там мышка Да Обычная мышка Которая мы все Да Потому что Он не знает Как добывается Нефть Из которой там делается Потом углеводород Из чего мышка состоит Он не знает Как эти колесики Делаются Он умеет руководить Корпорацией Которая это делает То есть у нас На сегодняшний день Такие сложные продукты Что никто не знает Как вообще Что-либо происходит Вот это разделение труда Колоссальное разделение труда Оно позволяет вам Найти свое место Вот нишу В этом колоссальном Разделении труда Но опять же Если вы ориентируетесь Так сказать На простое разделение Труда То вы можете поехать В Америке В более простой район Во Флориду Возможно там лучше всего Торговать недвижимостью Если у вас есть Деньги на то Чтобы покупать И продавать ее Но риэлторов Там например Достаточно много Вообще Я вот посмотрел Первую информацию О том чем там занимаются Но все русские Все украинцы Они едут И сразу же начинают Пытаться торговать Недвижимостью Мне кажется Что это проще И легче Хотя это тоже Зависит от сумасшедших Контактов Вот примерно Такие рекомендации Которые я могу дать Нашим звонившим А вообще Я буду там Вот в Нью-Йорке Я буду с 19 по 23 А потом буду Во Флориду Потому что Мы говорили уже Что сейчас Международный бизнес Он позволяет Зарабатывать больше Жизнь на две страны Тоже позволяет Контактировать лучше Ну и потом Есть некие Политические задачи У нас Контактов с американцами Потому что У нас элиты нет А вот в Америке Элиту мы может быть Найдем Которая захочет Изменить Изменения Вот в Украине Потому что Вот на сегодняшний день Мы знаем Что Ну нас никуда не ведут И в этом большая проблема Когда мы Ориентируемся Там с точки зрения Математики Да смотрим Какие задачи Ставит перед собой Правительство Кроме что взять в долг Других задач нет А потом нам рассказывают О том что Мы взяли в прошлом году 14 миллиардов 9 миллиардов А отдали 14 миллиардов Хороший бизнес У нас ребята конечно Но это никак не относится к нам Потому что мы в долг не брали Правительство зачем-то взяло в долг И зачем-то отдало больше А мы-то не брали И нам даже не говорят Куда эти деньги идут Но они говорят Что мы берем И тут же отдаем Вот как только математически Вы посмотрите на это Безрассудный бред Вы понимаете Что это никогда Работать не будет И получается Что в нашей стране Ничего не развивать Нам не говорят Куда они идут А в этом самая большая проблема Потому что сегодня Для нашей страны Кроме как дать Полную свободу Предпринимателям Не существует Метода выхода Из дещиты Вот и ситуация Стоит именно так То есть И кстати Это и компании любых касается Вот представьте себе Компанию И такие наверное есть Где запрещают Пользоваться интернетом Где считают Во сколько человек пришел Во сколько ушел То есть знаете Такие ограничители свободы Вот такие ограничители свободы Могут позволить себе Только люди Которые сидят на сырье Вот они торгуют углем Например Все время Или электроэнергией И вот им нечего делать Да Вот как только контролировать Ну большие потоки Абсурс Как только контролировать Свой собственный персонал Поэтому назначается Цербер Который считает То сколько в интернете Сидит Там рабочие часы Отчеты А вот Когда компания Находится в состоянии роста Она должна быть Максимально свободна И вот я знаю Что те компании У которых Да пользуйся интернетом Сколько хочешь Хоть заешься им Делай что хочешь Главное Выполняй мое задание Вот я тебе дал Вот задание Оно ты мне привези Как ты его будешь делать Когда ты его будешь делать Во сколько ты придешь на работу Самое главное Вот к этому сроку Твое задание Должно быть выполнено И это вот Свобода Дает возможность Творить совершенно По-другому Вокруг себя Строить общество Вокруг себя Создавать бизнесы Дает возможность Свободно Перетекать Информации И это же самое Касается стран Любая страна Которая свободна Которая свободно Перетекают Деньги Товары Люди Они общаются Между собой Информация Вот эти страны Развиваются Очень сильно Как только Страна Начинает Зажимать Какую-то информацию Вот у меня Сведения Сейчас появились Что собираются Контролировать интернет На предмет Высказываний Блогеров По поводу То ли сепаратизма То ли войны То ли Мобилизации Вот собираются Ограничивать общение Хотя именно На этом общении На сегодняшний день Преимущество Украины По отношению Украины К России Колоссально У нас не боятся Писать От души Знаете Ну и что там Поругали того Ну там Обругали Вот то же самое Кстати в компаниях Те компании Которые Вот гостиницы Например Которые открыли интернет И дали свободно Писать там Жильцам О том Какие у них там Состояния там Постелей Состояния среды Позволяют питаться Этой информацией В плане Исправлять То есть они Эту информацию Отрицательную Поворачивают в положительную Потому что У них классные контролеры Сидят прямо в номере И совершенно свободно Пишут про эти номера Что там происходит И это позволяет им Оперативно действовать Они быстро исправляются Становятся нормальными Компаниями Более того Они Вот сейчас как Выбираешь любую гостиницу Посмотрел Зашел на форум Этой гостиницы О Все пишут положительно Может быть Они и подделали Это дело Но ты едешь В эту гостиницу Потому что Все написали положительно Открываешь другую Я заметил Мы пару раз поехали В гостиницу Где было пару Отрицательных высказываний И там это и оказалось На самом деле Потому что Вот люди пишут правду Люди когда свободны Они склонны Говорить правду И склонны Говорить Совершенно откровенно О тех недостатках Которые есть Вот компаниям Просто рекомендую Вот максимальная Свобода у вас Должна быть Посещение офиса Контроля Контроля за рабочим местом И Естественно Всем надо сидеть В интернете Более того Это же отличный краник По спуску Негативной энергии Которая накапливается Если ты не даешь Свободно выйти Там на просторы Фейсбука Или ЖЖ То она у тебя Накапливается И рано или поздно Рванет И боссам же классно Тут раз Вошел в раж Что-то напился Написал Что босс козел Ты уже знаешь У тебя есть враг Ты уже знаешь Кого увольнять У нас же хорошая подписка Пишите ребята Пишите Но боссам не нравится Когда их ругают А у нас впереди Небольшая рекламная пауза После которой мы вернемся Геннадий Балашов В программе Хочу и делаю На Европе Плюс 107 FM Знаешь почему У тебя нет денег? Потому что Все что ты о них знал Полная чушь С понедельника по четверг На Европе Плюс Геннадий Балашов Хочу и делаю Не пропусти Это новая прошивка Твоего мозга Начало в 19.00 Зарабатывайте Да Вот это же простое понимание денег Что деньги либо есть Либо нет Если на территории нет денег То в общем-то У вас нет шанса Их там заработать Вот это вот Простые посылы Да математические Ну ноль Вот если как По математике Мы должны обозначить Там вот На каких-то территориях Сколько денег А вот если мы смотрим На большие цифры Почему я говорю Что надо строить модели И применять их И к себе И к окружающим То есть к стране Можно применять К фирме Можно применять Вот смотрите Если мы возьмем Большие цифры А большие цифры Очень здорово Анализировать Вот все Что производится В мире Это Примерно 65 триллионов долларов Вот совокупно Весь мир производят Вот Это есть в Википедии Вы можете посмотреть 65 триллионов Да А оборачивается денег 100 триллионов То есть Вот всех суммарно денег Это доллары Там евро И прочие Кроме гривны И рубля Это не считается Деньгами Какие-то вносные деньги Непонятно для чего созданы Так вот их примерно 100 триллионов И вот когда мы Видим соотношение Вот И мы опять видим Вот это число Фибоначчи Да Которое у нас заложено И соответственно Когда мы Анализируем это Для такой страны Как Украина Мы понимаем Что вот Если вы хотите ВВП поднять У вас должно в обороте Быть больше денег Ну настоящих денег Потому что некоторые Скажут Деньги можно напечатать Доллары не напечатаешь Их надо заработать И соответственно Мы понимаем Что в экономике Украины Должно быть настоящих денег Вот применяете Вот это золотое сещение Которое дает Соотношение Чисел Фибоначчи Это 1,618 Вот сразу же Мы умножаем ВВП Украины На 1,618 Да Мы получаем Сколько денег Обслуживает Официальную экономику Но мы всегда Должны помнить Что у нас Порядка 70% Это неофициальная Это серая экономика Которая не учитывается Государственной статистикой И эти 70% Надо добавить И мы понимаем Сколько денег И опять Вот если мы смотрим На действия Национального банка Который говорит А мы будем сужать Денежную массу В Украине Это значит Мы будем Уменьшать Количество ВВП И вы то же самое Посмотрите По своей семье Вы себя Спокойно чувствуете Когда вы Вырабатываете Продукты Столько И у вас Хватает Еще и деньги Остаются Вот эти деньги 1,618 Это как раз И есть Инвестиционный фонд Когда вот это Соотношение Выдерживается То 100% Идет на Производство Какого-то товара Но остальное И продажу его А остальное Может идти спокойно В инвестицию И в этой стране Инвестируются Такие-то инновационные Процессы То есть это деньги Которые люди могут потратить Как только деньги Приближаются К количеству Выпускаемой продукции Инвестиции Глохнут То есть это примерно 40% должно быть Свободных денег Чтобы можно было Нормально инвестировать Да То есть из заработанных денег Вам должно хватать На проживание 60% Ну как бы у вас в кармане Все время вот спокойно Человек себя чувствует Мужчина да Там обращаясь Женщина да Когда у него Вот мы по числу Фибоначчи да Возьмем Там 100 долларов Умножить на 1.618 Мы получаем 160 долларов да Вот у него примерно Столько денег Должно еще оставаться Тогда он себя чувствует Круто То есть у него остались Еще деньги Он не потратил все Когда он в 1.1 заходит Он уже боится Купить лишний пирожок Подружке И соответственно Он нервничает Он дергается Теряет секс на ночь Потому что она это чувствует Что что-то не так Он не так угощает да Вот то же самое В инвестициях Вот когда человек Свободно тратит деньги Когда они у него Есть лишний Излишек И сегодня Вот мы говорим Людям На прошлых передачах Говорили Излишек сегодня Есть только у казнокрадов Вот сразу определяйтесь Ищите знакомых казнокрадов Людей там С прокуратуры С таможни Там чиновников Которых вы подозреваете В наличии денег Старайтесь с ними дружить Вот они ваши В принципе потенциальные Инвесторы Потому что сегодня Предпринимателя Рассматривать как инвестора Практически невозможно Потому что предпринимательский Класс так Немножко подусох Он не знает что делать У него сейчас идет Постоянное сокращение Но это сокращение Связано с тем Что покупательная способность Сжимается Добавляются новые налоги И люди разоряются Вот часто люди Кстати Не связывают свою жизнь С налогами Да Вот ты им объясняешь Объясняешь Что вот налоги Влияют на вашу нищету Налоги делают вас нищими Ты говоришь А они говорят От чего Ну а как я отношусь С налогами Я что Я плачу их что ли Я вообще не работаю Я там безработный Или я пенсионер Что я плачу налоги А нет дорогие Вы платите это Вы идете в магазин И платите там Налог на добавленную стоимость Например Все пошлины Которые туда входят Всю казнократскую составляющую То есть за все вы платите Потому что вот Когда государство Создало для всех Такие условия То страдает Как правило Самый нижний слой Населения Поэтому мы вот сейчас Видим что Очень одинаковая риторика Возникает У людей Которые очень богатые Да И людей Очень бедных То есть они как бы Садятся на риторику И они даже создают Левые партии Чуть ли финансируют Коммунистические партии А финансируют Как правило Олигархические структуры Потому что Вот сейчас Левая идея Популярна Это даст возможность Захватить власть А путем деления На этих людей То можно будет Получать политические дивиденды И продолжать грабить Этот народ То есть вот такие Обманы происходят У нас в стране Итак Телефон прямого эфира 200-307-71-10 Мы еще успеем Наверное Принять несколько Телефонных звонков И у нас слушатели Часто спрашивают А есть ли какой-то Рецепт Начинания в бизнесе Да С малыми деньгами Чем заняться Чтобы хоть Какие-то деньги Заработать И что можно считать Стартовым капиталом В таком случае Куплю-продажу Вот У нас есть последователи Которые в свое время Въехали В Киев Начитавшись в моей книге Как стать авантюристом Я их так спровоцировал Переезду в Киев Они когда переехали сюда Они очень внимательно Шли все по книге Делали Они сейчас кстати В Дубае уже оказались Им Америка не дала Кстати книгу можно купить На сайте Балашовка Не надо продавать книги Так вот интересно Что вот их история Очень правильно показывает Они очень внимательно Слушали мои все передачи И там я когда говорил Что один к трем Должно быть Купля-продажа Это самый простой бизнес Вы что-то покупаете Это может быть что-то инновационное И продаете в три раза дороже Вот это такая задача То есть это головоломка Для мозга Вы должны искать Тот товар Который вы можете Коротко продать Купить И продать В три раза дороже Вот такой простой бизнес И вот сейчас они Оказались в Дубаях И я поинтересовался А в фейсбуке Вы можете найти их Это Рюмин и Замота Они И сейчас все время Шлют репортажи Как они стартуют в Дубаях А это безналоговая территория Вот они там ездят По этим Дубаям Пытаются начать бизнес Они туда вдвоем уехали И вот И они пишут Что вот состоялась Их первая продажа Вот опять купля-продажа А я же поинтересовался А что же они продали Вот Сережа мне говорит Селедку Селедку из Украины Как они ее продали Где они ее взяли Ну они Попросили человека Который вместе с собой В самолете Провез селедку в Дубай И они тут же ее продали По тройной цене Вот И вот этот принцип Три раза дороже продавать Вот видите И работает Везде в странах Ну может у них нет там Советской селедки Они купили Не советской А украинской селедки Хотя где у нас эта селедка У нас и море-то забрали уже У нас азовская селедка Разве что есть Ну в общем Какую-то селедку Которая выпускается у нас То есть Я к чему говорю Что если вы выдерживаете Этот принцип В три раза То в принципе Какая разница Что вы продаете Единственное что Конечно же Объемный продукт Такую как там Пшено, гречку Да там Таскать на себе Это натяжно Поэтому Лучше всего продавать Высокотехнологический Продукт Который Только появился на рынке Всегда найдется покупатель Многие люди использовать Начинают Вот опять же Начитавшись книгу Одна женщина С Казахстана Она звонила Даже консультацию По скайпу проводила Она вообще говорит Я вас наслушалась До такой степени Что Она мне говорит Я вам перечислю Две тысячи долларов Я говорю Не надо мне У меня консультация Меньше стоит Она говорит Нет Я есть благодарности Потому что Наслушавшись вас Первое что я сделала Сменила клиентскую базу Она массажистка была В маленьком городке И массажировала Все время Так сказать Говорит Я услышала передачу Которую вы говорили Как может зарабатывать массажист И подсказали Что прежде всего Смените тела На более богатые То есть Вот я сменила тела Потому что я Переехал туда В район Алматы И там уже люди побогаче Я начал массажировать богатых Но она говорит Дальше вас слушаю А Это же клиентская база Он у меня в распоряжении Полтора часа Я его массажирую А в это время Все с массажистами говорят Это правило И вот они разговаривают Она рассказывает Об инновациях Что-то там Что она в этом понимает И самое интересное Что она начала продавать Мобильные телефоны Причем Тогда Когда они только вышли на рынок Она очень смело Закупила партию Мобильных телефонов Там По интернету связалась Ей завезли эти телефоны И она говорит Фантастика У меня вот эти баи Начали покупать Телефоны На всю семью Потому что он же Один телефон не может купить Ему на целый аул Надо купить И она говорит На этом огромные деньги Сделал Чуть ли не в два раза дороже Продавая эти телефоны Вот правильный подход К бизнесу И В общем-то Процесс купли-продажи Со старта А вообще Весь бизнес Это купли-продажи Просто одни продают Простой продукт Он на сегодняшний день Уже не работает Так Почему я говорю Все время Ищите бизнес в услугах Когда вы Простой продукт Еще Дополнительными услугами Наворачиваете И вот чем сложнее Вот этот продукт Который вы можете Сами изобрести Там Как вы его подаете Как вы его продаете Где вы его продаете Потому что Очень важно Время Очень важно Место продажи Очень важно Общество В котором вы продаете В общем все эти Когда составляешь И складываться Этот сложный продукт Как раз и дает Самую большую Маржинальную наценку Которую вы можете получить Итак Я хочу Чтобы вы еще Развенчали Один миф По поводу Не знаю даже Как это назвать Многие В Украине Почему-то брезгуют Ручную работу Работать уборщиками Горничными Еще Ну вот по типу такого Туалеты убирать Почему И стоит ли Этого действительно Остерегаться Или можно все-таки Идти и пытаться Как-то заработать Это же Опять же Отношение к себе В какой-то степени Если вы к этому Относитесь Как к тяжелой Невыносимой Угнетательной Работе Это одно Когда вы относитесь К этому Как к технологии Да Вот Я Опять же наблюдал В Индии В отель В котором мы Поселились Там клубного типа Вошло убирать Человек 15 индейцев Вот они вошли И они толком Не могут убрать Толкутся по номеру В конце концов Они надоели Пришлось их выгонять А потому что У них зарплата Один доллар Там платят Но их должно быть много Они так борются С безработицей Но при этом Они убрать Не в состоянии Один номер Чтобы он был чистым Вот А что я наблюдал Допустим В Германии Да Там отель Там 3-4 этажа Да И заходят Две женщины Европейского типа Одеты Одеты Вооружены Поэтому Тут самое главное Набирать Целый бизнес Не убирают То есть То есть технологически Выстроить Этот денег Это можно неплохо Даже зарабатывать Найдя Энное количество Клиентов Тем более Клиент Который доволен Начинает рекомендовать А у нас буквально Ну вот у меня офис тоже У меня же убирают люди Которые приехали из села Там Не приехали сюда Устроились в ЖЭК А потом начали убирать И сейчас они убирают У меня почти все офисы Более того Там муж Который тоже в ЖЭКе работает Он у меня главным электриком является Потому что Чуть что у меня Так к нему Потому что у него Правильно руки стоят То есть Почему я говорю Что когда вы в чужой город приехали Самое главное Адаптируйтесь в правильном районе В хорошем А дальше вы уже Просто набираете информацию Что где когда Очень важные слова Что где когда И думайте математически Вот сколько Вот так вот смотрите на человека И думайте Сколько у него денег И как это подтверждается И когда вы вот Научитесь вычислять Сколько денег Вы тогда сможете А да Чем он занимает Сколько денег Что его интересует В общем то информацию Как разведчик надо набирать Чтобы правильно Найти подход к человеку И узнать что ему надо И тут конечно же За него ни в коем случае Не придумывайте Потому что это бесполезно У вас мозги По одному работают Даже может быть на экономию А его например Не интересует экономия Его интересует результат Как можно быстрее Поэтому Лучше внимательно слушать Что он говорит И думать о том Как реализовать Вот его именно мечты Единственное что вы можете Взять на себя функции Некого образования Вот здесь можно лучше сделать А вот это можно Еще лучше сделать Таким образом Постепенно приучаете Человека к себе Приучаете Пользоваться вами Может быть даже Какой-то период Бесплатно Но потом вы доводите До состояния Когда он уже без вас не может Первое слово Его утром должен быть А где Вот этот человек Чтобы Дать ему какое-то задание Как ты сказал Это мудрое слово Когда одно дело Ты уборщик А другое дело А другое дело Ты эксперт по чистоте По чистоте И по клирингу Прокомментировать Что в первую очередь Наверное Скорее всего Нужно еще Изменить свое отношение К работе И не заниматься тем Что тебя не прет А вот тут тоже Математика Встает нам В помощь Потому что люди Многие думают Что сейчас Вот Ген агрессии Да Вот мы говорили Что вот ген агрессии Падает То есть он уменьшается В количественном отношении Вообще В человечестве И вот агрессивные люди А почему они вымирают Почему их становится Все меньше Вот В человеческом сообществе Почему Люди с геном агрессии Как правило Живут в резервациях Или находятся На плохих территориях В труднопроходимых джунглях И не выходят оттуда Именно потому Что вот ген агрессии Падает И вы должны понимать Что более дружелюбные люди Которые способны улыбаться Вот говорят В Америке Да Фальшивые улыбки Там это способ выживания Вы должны улыбаться людям Вы должны быть приветливы Вы должны быть отзывчивы И предлагать что-то Потому что если От вас нет информации Если от вас нет улыбки Если вы не отзываетесь На вызовы Там других людей А кому вы вообще нужны Вот в таком варианте Да А кому нужен злой тролль Да там в фейсбуке Кому нужен злой человек на улице Кому нужен человек С автоматом там В Донецке Кому нужен Донецк С напичканным автоматом И градами То есть когда вы вот так вот смотрите на мир И вы говорите о том Что мир хочет быть дружелюбным Мир хочет создавать Созидать Что-нибудь придумывать То есть И вы смотрите на свою фирму Задавал ты вопрос Да Вот если она созидает Если она Что-то придумывает То у этой фирмы Есть перспективы Если она не стоит на месте Все люди ищут Какой-то выход Из положения То рано или поздно Она его найдет Если фирма Вы видите Что там уже все Начинают стонать Говорят Все Раньше было лучше Теперь совсем плохо А будет еще хуже Это вот фирма Премьер-министр Так работает Да У нас было плохо А в следующем году Будет совсем плохо А потом Мы возьмем кредит И будет еще хуже Но встречаются Фирмы иллюзии Которые вроде бы Как занимаются тем Что ищут какие-то выходы Новые Там возможности На самом деле Занимаются иллюзией Она уже давным-давно Загнулась И они так тянут Тянут Еле выплачивают Заработные платы При этом персонал Даже не догадывается О том Что им уже все Крышка и нужные Ну иногда умеют Очень хорошо Большие компании Особенно Очень хорошо могут Возбуждать Да Там Возбуждать Фирмы Там сплачивать Коллектив Ну тогда появляются Такие вот Очень много Корпоративов Начинается проводить Как только Начинаются корпоративы Кстати один из признаков Не математический Как только Начинаются Корпоративы Покупка дешевых путевок К всему коллективу Куда-нибудь В Египет Это знаете Ваша фирма уже Наладан дышит Это вам уже Выдают такой суррогат Хороших доходов То есть тогда Вы уже дорожите Коллективом Как-то сплачиваетесь Вот с таких фирм Надо сразу же Убегать Потому что Хорошо работающая Компания Она нацелена Чем они должны Быть озабочены Они должны Быть озабочены Поиском Новых решений В мире Тогда вот Эта фирма Стоит хорошо То же самое С человеком Если он Постоянно В поиске Новых решений В поиске Денег Вот денег Очень важно У нас Передача Про деньги Вот поиск Денег Я все время Говорю Почему Перепрошил Вот люди Там часто Ищут бизнес Ну найдете Бизнес Работу Найдете Работу А надо Сразу искать Потому что И бизнес И работа Определится Тогда Когда вы найдете Деньги У кого они Где они Как они Там распределяются И бизнес вы строите Скорее от информации Тех денежных людей Ведь мир Очень быстро Меняется За что там платят На Донбассе Сейчас деньги За то чтобы убивать людей Вам бизнес такой Значит вы там должны быть Убийцей как минимум Или террористом А за что платят Там в Америке Там платят За то что вы Хорошо обслуживаете Там чаевые дают Или что-то изобрели Или на Марс Улетели Значит там будет Это востребовано Вот на любой территории Платят за разное И вы Так как это Большие цифры Большие математические Понятия То вы должны понимать А вот А за что платят В Киеве Надо такой вопрос Задать А кто платит В Киеве Это второй вопрос А как платят В Киеве То есть Когда вы Начинаете Отвязать А где вообще Самые большие Обменные операции Проходят А на чем люди Зарабатывают Вот когда вы Сможете себе На этот вопрос Ответить То тогда Вот вы сразу же Находите И бизнес К этим деньгам Ну вот Поэтому у нас Все рвутся В госсектор Да Да И кстати Рвутся На очень низкую Зарплату А мы когда Математически Почему я говорю Что реформы Не идут И не будут идти И не будут делаться Потому что Очень просто Платят Нижайшую зарплату А на нижайшей зарплате Вы не наберете Нормальный коллектив В госинститут Значит туда идут Попросту воровать Любой человек Который туда пошел А передача наша Подошла к концу Подписывайтесь